Ну привет YouTube, привет интернет! Пришла моя долгожданная посылочка, ребят, это та эксклюзивная игрушка, которая шла ко мне из Магадана, мать его, 14 тысяч километров, и все-таки она дошла в Украину, и ребят, сейчас я буду делать анбоксинг, как раз вы увидите, посмотрим, что это за игрушка, хотя я уже сделал анонс в своей группе, что это русская игра, но тем не менее, давайте с вами распечатывать ее, так, для тех, кто не верит, что она действительно пришла мне в Донецк из города Магадана, то здесь вот, ну вот я не знаю, я уже отрезал, но в принципе вот здесь вот написано, что Магадан, из Магадана 14 тысяч километров, давайте откроем ее, я думаю, вам тоже интересно, вот так вот она запечатана у нас по российскому, так сказать, но, ребят, давайте, давайте распечатать, мне самому не имется посмотреть, что здесь за игруха, точнее, я ее покупал, покупал ее на аукционе, интернет-аукционе мешок, мешок.ком, или как-то так оно называлось, в общем, я не буду на этом застрять внимание, но тут, главное, интерес, интрига, что же, как оно здесь пришло, вообще там, как на картинке, сам товар был запечатан в заводской упаковке, то есть диск игры, сама игрушка 2012 года, ну сейчас мы ее распечатаем, посмотрим, тут оно ж, видите, как у нас здесь выходит, просто так ты ее так и не откроешь, придется ее разрывать таким вандальным способом, но, уж, уж, лучше так, чем вообще никак, так, ладно, блин, сколько здесь вот клика этой ленты, так, но, ребят, вот даже вот не знаю, как нам, его вроде бы, как и снимаю, я всю эту защитную клейку, этот скотч, видно, запечатал продавец на совесть, я даже и не думал, знаете, я нашел эту игрушку на аукционе, вот она, вот она запечатана, сейчас я попробую ее достать, в пластиковом таком кожухе она находится, так, сейчас еще вот здесь, нужно пару этих самых отрезать, так, ребята, ну, давайте, барабанная дробь там, обстановили, или как, в общем, давайте, эх, смотреть, люблю я всякие вот эти вот штуки, знаете, делать анбоксинг, вот не знаю, прям вот, вот она, вот эта игра, так, ребят, бумажная коробка у нас отпала, и вот она, вот как она выглядит, это игрушка, ребята, Russian Rally SSR Super Production, ее нету на торрентах, поэтому прохождение будет на моем канале эксклюзивом, давайте еще раз здесь распечатаем вот эти вот пупырышки, это я буду, так сказать, в нервных таких ситуациях, потом на своих стримах лопать эти пупырышки, так, ладно, блин, же ж, ну, запечатал он, конечно, на совесть, что тут говорить, так, ребят, ну-ка, вообще, оно должно быть в заводской упаковке, ну, сейчас мы, эх, блин, ну, как же ж, он на совесть запечатал, вот действительно, человек, наверное, боялся, чтобы оно ко мне приехало в целости и сохранности, поэтому, так вот, он и берег эту игру, чтобы она доехала до нас аккуратненько, чистенько, так, вот, ребята, вот я ее уже и достал, ребят, посмотрите, она в заводской упаковке, вот я вам показываю, чтобы вы не думали, что это какая-то бушная хрень, нет, ребят, вот, Russian Rally Super Production, как и, в принципе, и должно быть, здесь вот даже видно, что это, здесь вот была лейба лицензионная, она вот сейчас на данный момент содрана, но я не знаю, это, возможно, они были просто склеены, эти диски, в общем, Russian Rally Super Production, ребята, на Вьё нигде, даже YouTube не знает о этой игрушке, поэтому подписывайтесь на мой канал и вы увидите первое прохождение этой игры. Итак, ребят, давайте-ка с вами почитаем, что здесь у нас написано. На лицевой стороне Russian Rally SSR Super Production, в принципе, ничего нет, здесь есть издатель Новый Диск, сейчас я не знаю, выпускают ли они какие-либо игры или нет, но в тот момент, да, действительно, они выпускали. На задней стороне, давайте я вам прочитаю, ну, хотя я вам вот так вот, наверное, сейчас, ой-ой, тут хромакем просто затирает некоторые моменты, но, возможно, чтобы вы не подумали, что я там беру какие-то, какое-то описание с головы, я вам просто прочитаю, что здесь у нас написано. Первый российский проект с яркой идеей отечественной тематикой и компьютерной графикой следующего поколения. Кстати, напомню, что игрушка сама 2012 года. Так, ребят, ну и теперь читаю. 18 раллиных машин класса Т2 SSR. Трассы, пролегающие по южным регионам России. Кинореалистичная графика. Увлекательный химплей. Детальный физический движок. Вот как-то вот так вот. И тут еще 100% игрового процесса, что-то реалистичность чего-то там, игрового мира. Брутальный раллиный стиль и уникальный дизайн на нашел яркую реализацию в проекте. Ну, в общем, здесь есть, кстати, системные требования, но я думаю, никто на них сейчас обращать внимание не будет. А в принципе, в принципе, что? Запускай просто и играй. Вот я не знаю, давайте сейчас распечатаем эту игрушку. Ну, раз уж анбоксинг, так давайте уже анбоксинг делать, так сказать, по полной программе. Да, распечатывать его всю эту заводскую упаковку. А, кстати, запечатано нехило так. Ну, видно, что упаковка действительно заводская. Так, ну, давайте уже, раз начали мы по-вандальному открывать, вот давайте так уж и продолжать. Так, диск действительно, ребята, новый. И, кстати, я эту игрушку купил не столь-таки дорого. Поэтому считаю, что это удачная покупка. Мне, наверное, дороже обошлась доставка в Украину этого диска, чем его вообще итоговая стоимость. Но, тем не менее, так, ну, давайте уже все. Вот, я снял эту упаковку. Вот здесь вот даже видно, что сама голограмма, вот, сзади. А ну, что это у нас тут такое? Бутик, какой-то бутик CD, что-то Russian Rally Super Production. Ну, и вот здесь вот, типа, как вот, типа, как голограмма, вот, с этой стороны она зеленого цвета. Просто она затирает ее хромакем, ребят. Но, поверьте мне, она такой, знаете, зелено-сладнего цвета. И здесь какие-то такие, знаете, как вот на микросхемах отводки такие идут. Вот что-то вот похожее. В общем, вот как-то вот так вот. Давайте-ка теперь откроем саму игрушку. И вот здесь вот у нас есть регистрационная карточка, регистрационный номер. Я его, кстати, закрою, потому что это действительно лицензия, чтобы никто не использовал ее. То есть, действительно, это легальный игровой диск. Так, и здесь вот у нас безбашенное правосудие. Это еще какой-то, какая-то, типа, вставочка. Типа, реклама новой игры Need for Speed Russia. Как-то вот так вот это все выглядит. Я думаю, надъело засилие иномарок на дорогах. Нанесите ответный удар. Но, насколько я знаю, Need for Speed Russia. Можно скачать ее с торрента. А вот саму эту игру, ребят, ее не на торрентах, нигде вообще нету. И здесь вот еще есть раскаленный асфальт скорость. Ну, это, я так понял, описание этой игры. Наверное, от этих же разработчиков. Ну, в общем, вот как-то, вот как-то вот так вот. Так, все это я складываю на место. Такс. Вот, отлично. Давайте, давайте. Ладно, потом я ее сложу. Вот сам, ребята, диск. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот так вот он напечатан. Очень качественная. Качественной... Качественные текстуры. Не докопаешься. Видно, что это действительно лицензия. Так, давайте-ка откроем. Посмотрим. Не поцарапан ли этот диск? Не, ребята. Диск вот словно... Ну, вот я не знаю. Я вам просто это все так не передам. Наверное, на камеру это все не видно. Но диск не поцарапанный. Действительно, нульца. Нульцевый. В общем, вот как-то вот так вот. Вот такой вот у нас анбоксинг получился. Надеюсь, вы поставите лайки. И ждите. Уже в следующей серии мы с вами... Это самое. В следующей серии мы с вами уже начнем проходить карьеру. Надеюсь, она запустится на моей машине. Игрушка 2012 года, я думаю, должна запуститься без проблем. Ну, в общем, на этом, ребят, прощаюсь. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. И ждите моих новых видео и стримов. Пока. Продолжение следует...